Удивительное рядом. На прошлой неделе в одном из публиков сети ВКонтакте один из пользователей написал «Мой папа работает на Ульяновском автозаводе, и сегодня через конвейер прогоняли такую машину». Своё сообщение юноша сопроводил парой фотографий. На снимках действительно виден уазовский конвейер. Не узнать линии, где сейчас делают патриоты и хантеры, просто невозможно. А вот верификация загадочной модели потребовала некоторых усилий. На наш взгляд на снимках изображён кузов Chery Tiggo 8. И, видимо, китайская марка всерьёз планирует выпускать такие кроссоверы на отечественных мощностях. А для этого как раз нужна пробная прогонка. О планах сотрудничества между УАЗом и Chery мы узнали после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на открытии Пекинской Олимпиады. Но до сих пор сомневались, способен ли ульяновский автозавод делать какие-либо другие машины, кроме рамных. У Tiggo 8 кузов несущий. Это довольно крупный семиместный SUV, который адресован большим семьям. В России такие машины продаются уже как два года, а в самое ближайшее время московский офис выведет рестайлинговый вариант модели. В ходе обновления машина обрела другую решётку радиатора, новый передний бампер плюс иные ходовые огни. В списке оснащения дополнительно появились панорамная крыша, электропривод сиденья переднего пассажира и многоцветная контурная подсветка. В плане техники Chery оснащается полуторалитровой турбочетвёркой и шестиступенчатым преселективом. Привод только передний, так что на бездорожье китаец однозначно проиграет любому УАЗику. Зато детища поднебесного автопрома заметно динамичнее, экономичнее, современнее и безопаснее. И существенно дороже. Сейчас экземпляры, прибывшие из Китая, стоят под 3 миллиона рублей. Возможно, ради снижения стоимости маркетологи разрешат купировать базовую комплектацию. В её нынешний набор включены шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений эко-кожи, а также продвинутая медиасистема и светодиодные фары. Впрочем, всё это только предположения. Пока, как рассказали телеканалу Автоплюс собственные источники, представители Черри лишь оценили качество катафоризного грунтования, а также проверили, как машина проходит по УАЗовскому конвейеру и камерам окрасочного цеха. Официальных же комментариев по поводу опубликованных снимков ни от УАЗа, ни от Черри всё ещё нет. Но достоверность фотографий не вызывает никаких сомнений. Главное, чтобы их автора не уволили после того, как начнётся неизбежная теперь шумиха.